Приветствую вас, друзья мои! Потеряли меня? Заждались? В нескольких видео постараюсь обо всем вам рассказать. В один из дней нашего отпуска в Салерно мы решили съездить в соседний городок Бьетри Сульмары. Мы проехали по городку в поисках парковки, но к сожалению парковку так и не нашли. Вернулись в Салерно. Три года назад, когда я ездила на Мальфитанское побережье на автобусе, видео с этой поездки у меня есть на канале. Если не видели, можете посмотреть. Я с первого взгляда влюбилась в этот городок. То путешествие на автобусе было с приключениями. Я практически ничего не успела посмотреть, так как большую часть времени мы провели в дороге. И после этой поездки у меня было желание обязательно вернуться на Мальфитанское побережье. Я приезжала в прошлом году на Мальфитанское побережье, была в Равелла. Видео тоже есть на канале. А в этом году выбирая место для отпуска, мы в самый последний момент передумали и решили поехать в Саренто. Откуда очень легко и быстро, разными видами транспорта, можно добраться до любого городка на Мальфитанское побережье. Так вот, когда я три года назад провела этот городок, я с первого взгляда влюбилась в него, так как он привлек мое внимание необычными украшениями из керамики. В этот раз на машине мы не смогли найти парковку, и я на следующий день решила вернуться в городок на электричке. От центральной станции Солерно до Вьетри Сульмары всего лишь восемь минут езды на электричке. Цена билета смешная – 1 евро 30 чентезимов. И вот ранним утром в восемь утра я приехала в городок. Уже с платформы начинают открываться прекрасные виды. Спустилась вниз на лифте. И вот я уже в городке Вьетри Сульмары, по которому давно хотела погулять. Буквы названия городка выполнены из кусочков керамики. Когда путешествуешь по незнакомым местам, очень удобно, чтобы были указатели. Здесь находятся указатели, где находится лифт и станция. Площадь, смотровая площадка и тут же автобусные остановки, откуда автобусы развезут вас по всему Амальфитанскому побережью. Пока еще не так жарко, я решила спуститься к пляжу и прогуляться по набережной. Спускаюсь к морю. Сейчас это место называется Марино де Вьетри, а когда-то это была древняя деревушка Марчино. В каждом итальянском городке по-своему украшают питьевые фонтанчики. В городке Вьетри Сульмары фонтанчики особенные. Их украшает разнообразная керамика мастеров города. Покажу вам пляжи, отели, виды, которые открываются отсюда. Вдруг кто-то из вас решит остановиться на несколько дней в этом городке. А посмотрев это видео, вам легче будет понять, где и как расположены отели. Кстати, здесь очень много ночных клубов и вилл, с которых открываются прекрасные виды. Клубы работают в вечернее время, а на виллах проводят всевозможные торжества. Если у вас будет романтическое путешествие, то я хочу обратить ваше внимание именно на этот городок. Здесь не только есть ночные клубы и дискотеки, но здесь еще под рукой у вас будет чарующее амальфитанское побережье и места, где можно уединиться. Здесь находится платный пляж. На время отпуска можно купить абонемент, и это обойдется намного дешевле, чем платить каждый раз за вход. Вчера мы по этой дороге проехали на машине, а сегодня я прохожу здесь пешком, и это две большие разницы. Очень часто я туристам говорю, что в Риме надо гулять пешком. А сейчас я вам хочу сказать, что надо не только в Риме гулять пешком, а все города Италии пройти именно пешком, чтобы понять их колорит и поближе познакомиться с ними. Вчера мы так быстро проехали на машине, что я ничего не успела рассмотреть, а сегодня вот иду, гуляю, рассматриваю и для вас видео снимаю. Летом в Италии очень жарко, и, наверное, летом лучше всего планировать отпуск на берегу моря, пляжный отдых. Поверьте мне, насколько я люблю ходить и за день прохожу очень много километров, то когда жарко, двигаться совсем не хочется, а хочется как можно дольше находиться в воде. И поэтому, чтобы лучше познакомиться с городами Амальфитанского побережья, стоит планировать отпуск сюда весной и осенью. Весной и осенью можно избежать сильной жары, на пляжах не будет много людей, и вы прекрасно совместите пляжный отдых и прогулку по городу. Это всего лишь мой совет. Напомню, что Вьетри Сульмары являются первым городком на Амальфитанском побережье, и в летнее время на его пляжах отдыхают и жители ближайших городов. С набережной пляжа невозможно не заметить две огромные скалы, которые выделяются на фоне горизонта. С ними связаны две очень увлекательные легенды. Первая легенда гласит, что две огромные скалы представляют собой двух пастухов, которые, видя стадо на пастбище, заметили девушку в опасности из-за приближающегося шторма. Два брата бросились на помощь девушке, но погибли, пытаясь спасти ей жизнь. Девушка же была дочерью Посейдона. Она попросила отца воздвигнуть две скалы в вечную память о двух великодушных братьях. Вторая же легенда связана с основанием соседнего города Салерно. Шла затянувшаяся война между народами соседних городов. И чтобы определить победителя в этой затянувшейся войне, решили вызвать на сражение двух храбрейших воинов армии. Два воина сражались так долго и так упорно, что измученные погибли одновременно. Именно после этого два народа поняли, что они братья. Народ примирился. И эти две скалы сейчас называют «два брата». Так городок Етрисульмар и его пляжи выглядят с моря. Про путешествия на пароме я расскажу вам в отдельном видео. Наша Сисси уже 11 лет путешествует с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я зашла на территорию отеля Ла Лучертула. В переводе с итальянского означает ящерица. Хочу показать вам, дорогие друзья, какие великолепные виды открываются отсюда. И опять мы видим две скалы, два брата. Субтитры создавал DimaTorzok. По серпантинной дороге я медленно поднимаюсь в городок, сказочный городок Вьетри Сульмары, который полностью украшен керамикой. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Долго же я поднималась по серпантинной дороге в городок. Все пыталась запомнить и снять на видео те украшения, которые встречались у меня на пути. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то я поднялась наверх. И сейчас мы с вами пойдем гулять по улочкам этого сказочного и прекрасного городка. Продолжение следует... Еще один питьевой фонтанчик. С правой стороны, видимо, смотровая площадка. Там сейчас тоже красоту наводят. Продолжение следует... Когда я шла по улице, у меня было такое чувство, что я нахожусь в музее керамики. Мне хотелось рассмотреть каждое панно, которое было создано для украшения входа в магазин или мастерскую. Вот такой он, необычный городок. Иду по еще не проснувшемуся городу, улыбаюсь, и я просто счастлива, что никого нет на улицах, и я спокойно могу все рассмотреть. И меня никто не отвлекает. Не только в Риме я люблю гулять утром, но и в отпуске просыпаюсь ранним утром и уже бегу на прогулку. Здесь представлена напольная плитка. Я уверена, что, насмотревшись на эту красоту, кому-то из вас уже пришла идея сделать дома ремонт. Кстати, итальянскую плитку можно заказать прямо в этом городке, и вам привезут ее на дом. Главная достопримечательность этого городка представлена не памятником или историческим зданием, а просто керамическими предметами. Керамика присутствует повсюду. Вся история повседневной жизни жителей городка написана именно на керамике, которая экспортируется даже, кстати, по всему миру. Многие из вас, кто смотрит это видео, наверное, уже были на Амальфитанском побережье и, может быть, даже гуляли по городку Вьетри Сульмары. Ну а тем, кто не был на Амальфитанском побережье, очень сложно представить, какое оно это побережье, что интересного можно посмотреть. Когда на экскурсиях по Риму я узнаю, что туристы приехали в Италию первый раз, я уверена, что они еще вернутся. И поэтому начинаю подсказывать и советовать, куда можно съездить в следующий раз и что посмотреть. Так вот, совсем недавно, когда я начала советовать в следующий раз съездить на Амальфитанское побережье, турист меня спросил, а там есть что-то посмотреть, кроме моря? Вот это видео как раз ответ на вопрос. И всем советую, когда вы приедете на Амальфитанское побережье, посещать не только те города, которые у всех на слуху, это Амальфия и Позитана, но и проехать еще по таким малоизвестным городкам, как Вьетри Сульмары. Они вам даже больше понравятся, чем Амальфия и Позитана. Здесь какой-то особый колорит. Больше местных жителей, меньше туристов. Смотрите мои видео и планируйте отпуск. Италия – это не только большие города, в которые все стремятся попасть, это еще и вот такие маленькие уютные деревушки. Дорогие друзья, давайте прогуляемся по узким улочкам вместе. Я сама здесь первый раз, и поэтому, куда меня поведут ноги, туда я и пойду. Будем вместе изучать с вами этот чудесный городок. Дорогие друзья, куда меня пишут. Дорогие друзья, которые пытаются по узким улетворять, это очень мало. Помогие друзья, под этим сейчас в CHAP-вале. Мы готовы к кшер-вале покрыть, это очень хорошо, конечно. У нас пройдящее время. Мы спрашивали, какие-то ассистические оценки, как улетворять. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...